Денис Дворяшин Денис Дворяшин В 1998 году у Петухова возник конфликт с руководством ЮКОСа. Компанию он обвинил в том, что она не платит налоги в местный бюджет, из-за чего страдают работники предприятий, оставшиеся без зарплат. Он даже объявил голодовку и потребовал возбудить уголовное дело по факту уклонения от уплаты многомиллионных налогов. А 26 июня 1998 года всенародно избранный глава Нефтьюганска был застрелен по пути на работу. 16 декабря 2019 ему исполнилось бы 70 лет. На памятные мероприятия на родину Петухова в Котлас приехала делегация из Нефтьюганска. Он был очень одаренным человеком. Вот мы приехали провести ряд мероприятий. Но у нас не ограничивается только в Котласе. У нас, можно сказать, на родине Нефтьюганске тоже проходят такие же мероприятия. Были объявлены творческие конкурсы, сочинения, стихи, фотоконкурсы. Два года назад на фасаде школы номер один, где учился Владимир Петухов, появилась мемориальная доска. На открытии тогда присутствовали губернатор Архангельской области Игорь Орлов, глава Котласа Андрей Бральнин, вдова Владимира Петухова Фарида Исламова и мэр Нефтьюганской делегации. И сегодня именно там состоялась памятная акция «Честь, достоинство, мужество». Я уполномочена очень большим количеством нефтьюганцев, нефтьюганским городским движением имени Петухова. Поклониться вам и поблагодарить за то, что вы храните память такого великого человека. Я очень счастлива, что память о Владимире, хорошая память, и как бы, что его люди чтят, что его люди помнят. У меня вот такое ощущение, что вот он сейчас сверху смотрит на нас и очень радуется, и душа моя радуется, поэтому спасибо большое всем людям. Котлас и Нефтьюганск – два города в разных точках России, которые разделяют тысячи километров, а объединяет имя Владимира Петухова. И сегодня два города провели совместный телемост. Сразу хочу обратиться с благодарностью ко всем, кто помнит очки Владимира Аркадьевича Петухова. В Лиминском ДК в режиме онлайн общались официальные лица, близкие экс-мэра, котловские школьники, студенты и курсанты техникумов и училищ. Литераторы двух городов, которые читали свои стихи в память о Владимире Аркадьевиче. И все говорили о значимости его личности. Он был настолько любим, настолько его добрые, хорошие отношения к нему сохранились спустя уже долгие-долгие годы. Вот это говорит все о том, что Владимир Аркадьевич стал человеком, настоящим лидером, во-первых, который любил своих земляков, отставил их интересы в те непростые годы. Я безмерно горд тем, что оказался здесь, волей судьбы, поэтому я рад, что такие люди рождаются. К сожалению, в мирное время тоже есть место подвигу, которое он совершил, просто служа на своем посту, будучи главой такого большого, нефтяного, важного для энергетики всей страны города. В Лиминском ДК состоялось также подведение итогов конкурса сочинений, который был объявлен ранее, и торжественное подписание официального документа. Объяснение названия улицы имени Владимира Петухова. Памятные мероприятия продолжились в Котловском краеведческом музее, где открылась фото-выставка «Жизненный путь Котлашанина». К 70-летию со дня рождения Владимира Петухова. О ней мы расскажем в нашей следующей программе. К другим темам. До празднования Нового года остаются считанные дни. Впереди нас ждет череда застольей, встречи с близкими людьми, где на столах будут присутствовать в том числе и спиртные напитки. В преддверии праздника моя коллега Елена Нилаева пообщалась с главным наркологом Котлоса Александром Ковалем, чтобы выяснить, как пережить новогоднее застолье с минимальным вредом для здоровья. Александр Леонидович, здравствуйте. Впереди новогодние праздники. Мы решили задать вам ряд вопросов. Скажите, пожалуйста, алкоголь какой и в каких количествах можно употреблять без вреда для здоровья? Ну, в первую очередь следует отметить, что алкоголь сам по себе, или алкоголь, как его еще называют, является психоактивным веществом. То есть веществом, воздействующим непосредственно на психику человека, способный изменять его состояние. То есть наряду с наркотиками, психотропными веществами, это психоактивное вещество. Особенностью алкоголя является то, что он обладает двойственностью воздействия на психику человека. То есть малые дозы алкоголя, они способны возбуждать психику. Из-за этого человек становится веселым, подвижным, деятельным, жизнерадостным, очень активным. А большие дозы алкоголя, они угнетают психику человека. Из-за этого появляется заторможенность, вялость, бездеятельность, сонливость, ну и вплоть до алкогольной комы. В отношении безвреден алкоголь для организма или вреден все-таки, вопрос, конечно, такой дискутабельный. Существует так называемая доза алкоголя, которая вроде бы как безвредна для организма. Считается, что эта доза 1-2 грамма алкоголя, чистого алкоголя, на 1 килограмм веса в течение суток. То есть, если, допустим, брать человека, мужчину, так скажем, весом примерно 80 килограмм, то безвредная доза для него будет где-то от 80 до 160 грамм алкоголя. То есть, как видите, размах довольно-таки большой. Или 1, или 2 грамма. То есть, почти в 2 раза больше или меньше. Поэтому я сказал, что доза – это понятие такое относительное. Следует учитывать то, что вот эта доза должна быть распределена равномерно в течение суток. То есть, не так, что человек целый день работал и под вечер позволил себе выпить какую-то дозу спиртного, а в течение суток он должен равномерно алкоголь потреблять, чтобы в сутки именно вот эта доза и вышла. То есть, это нереально. В любом случае, следует отметить то, что понятие алкогольное опьянение и алкогольное отравление – это одно и то же. То есть, многие считают, что алкогольное отравление – это когда человеку становится плохо. Ну и большинство людей считают, что отравление – это когда человек испытывает определенный дискомфорт. Все психоактивные вещества действуют иначе. То есть, отравлениями вызывают чувство удовольствия. То есть, человек чувствует себя комфортно. То есть любое состояние опьянения, алкогольного опьянения, это то же самое, что состояние отравления. Просто градация идет по степеням. Легкая, средняя, тяжелая и в итоге алкогольная кома передозировки. То есть вопрос в том, как себя удерживать в пределы, допустим, легкой или максимум средней стадии и не переходить в тяжелый, и не доходить до состояния комы. Но это уже зависит от самого человека. То есть каждый человек имеет свою культуру питья, ну и соответственно кто-то стремится напиться, кто-то не стремится. То есть тут контролировать человека очень сложно. Особенно когда человек принял уже дозу алкоголя, у него утрачивается критическая самооценка и, несмотря на уговоры окружающих, он может продолжать пить. Ну и если его пытаются как-то удержать от приема очередных доз алкоголя, он наоборот становится агрессивным. Так что вот это все следует учитывать. Какой алкоголь? Алкоголь имеется сам по себе. Это пересчет ведется на чистый спирт. То есть чистый спирт в магазинах, естественно, не продается. Он продается в составе спиртных напитков. То есть каждый спиртной напиток содержит в себе определенную дозу алкоголя. То есть в процентном соотношении это указано на этикетке бутылки. То есть если, допустим, брать бутылку пива пол-литра, если оно, допустим, 5-ти градусное, 5-процентное, то это примерно 25 миллилитров чистого алкоголя. Если брать сухое вино, бутылка в среднем это 700 миллилитров, 12-ти градусная, содержит примерно где-то 84-85 грамм чистого алкоголя. Расскажите, пожалуйста, как восстановить организм после праздников, после употребления алкоголя? Если человек склонен к перегазировке спиртного, то есть склонен напиться так, чтобы утром болела голова, а утром надо идти на работу, об этом тоже следует позаботиться заранее. То есть стараться не смешивать спиртные напитки. Уж если употребил что-то одно, то и его пить, потому что смесь любых спиртных напитков вызывает более выраженную интоксикацию. Стараться все-таки не закусывать все различными просроченными продуктами, потому что некоторые в погоне за экономией стараются и на продуктах тоже сэкономить. То есть купить что-то уже такое, что в принципе вышло уже из водности. Многие начинают злоупотреблять тем, что пытаются приобретать и потреблять какие-то экзотические продукты, или какие-то диковинные фрукты, или какие-то необычные салаты. Считают, что если вот праздник наступил, то можно себя побаловать. Но организм и привык к этим продуктам, и соответственно, так сказать, с трудом их воспринимает. Но в сочетании с алкоголем это дополнительная нагрузка на организм, и тоже усугубляет состояние интоксикации. Для того, чтобы утром себя лучше чувствовать, можно заранее приобрести какие-то средства от похмелья. Их сейчас много в аптеке, довольно-таки продается без рецепта. Но в любом случае следует сначала прочитать инструкцию по использованию. Потому что какие-то средства от похмелья надо употреблять до того, как оно еще наступило, то есть когда еще человек в состоянии опьяния находится. А какие-то можно еще уже и утром употреблять, когда проснулся с больной головой, когда подташнивает. Но необходимо выполнять какую-то работу. Ну и из алкогольных напитков, что бы я порекомендовал употреблять, это в первую очередь минеральная вода. То есть она содержит микроэлементы. Ну не акваминерали, не минерализованные, а именно что минеральное, натуральное. Типа нарзана, есентуки, вот такая вот. То есть микроэлементы не позволят все-таки избежать похмелья. Некачественный алкоголь. Как не нанести вред организму? Ну о том, как избежать употребления некачественных спиртных напитков, я точно сказать не могу. Потому что как лица, которые попадают к нам в стационар, они говорят, что покупали там допустим только магазинскую водку или вина. Тем не менее все-таки отравление наступило. То есть избежать подделок очень сложно в наше время. На цену ориентироваться тоже сомнительная рекомендация. Потому что бывает, что покупают вроде бы и дорогие коньяки. Но все-таки оказывается, что это подделка или какой-то некачественный продукт. Единственное, что та же самая рекомендация, стараться все-таки не употреблять большие дозы. Потому что чем большая доза употреблена, некачественного спиртного напитка, тем тяжелее последствия будут. Или по крайней мере заранее приобрести какой-то спиртной напиток, накануне продегустировать небольшую дозу и оценить ощущения. Будет после этого там допустим головная боль, ухудшение состояния, может температура поднимется. Если ничего этого не наступило, то можно употреблять его и дальше в праздник. Бокал сухого вина один раз в день. Польза или вред для организма? Ну следует учитывать, что если употреблять сухое вино, то многие может читали такие рекомендации, что улучшает сухое вино пищеварение. Но улучшает пищеварение не за счет алкоголя, а за счет тех веществ, которые содержатся в самом сухом вине. Причем следует дифференцировать красное это вино или белое вино. То есть в красном вине больше содержится веществ, которые улучшают пищеварение. Кроме того, там содержится салициловая кислота, которая предотвращает развитие запоя. То есть тяга к алкоголю, она меньше проявляется, чем после белого вина. Но опять же, поскольку алкоголь все-таки является токсическим веществом, причем веществом, который распространяется по всему организму, то отравление все равно произойдет. Пусть в меньшей мере, в меньшей дозе, но все равно будет за счет алкоголя. То есть тут как бы разница между пользой и вредом, приносимым спиртными напитками. То есть больше вреда или больше пользы. То есть рекомендация тоже такая сомнительная. Кому вообще противопоказан алкоголь? Ну в отношении противопоказаний, это на спиртных напитках сейчас на наклейках указывают, что кормящим матерям, беременным, детям и так далее. Я бы рекомендовал избегать употребления спиртных напитков лицам, которые перенесли черепно-мозговые травмы. Потому что там последствия воздействия спиртного на них непредсказуемо. Могут быть серьезные осложнения. Ну и если говорить о кормящих матерях, о беременных тут уже говорить отдельно не буду. А про это все знают, что нельзя употреблять. В отношении того, что употребляют спиртные дети. Причем политика тех же самых родителей может быть разная. Кто-то однозначно отвергает употребление своими детьми спиртных напитков. Кто-то пытается приучить, как называемому, к культурному пьянству. То есть сажают за стол, наливают чуть-чуть спиртное. Но следует учитывать, что они действуют тут на свой страх и риск. Потому что, во-первых, детский организм, он все-таки развивается. Головной мозг становится полностью сформированным только годам к 25, а то и к 30 годам. А головной мозг – это место такое наиболее уязвимое для алкоголя. Ну, соответственно, даже малые дозы спиртного могут пагубно все-таки повлиять на дальнейшие умственные способности вот этого ребенка. Кроме того, у взрослых все-таки алкоголь, он привычен для организма. То есть они, так сказать, в процессе своей жизни за счет периодического употребления алкоголя приучали свой организм к употреблению спиртного. У детей к этому организм не приспособлен. Поэтому тоже самая реакция детского организма на алкоголь может быть непредсказуемой. То есть незначительная доза алкоголя могут вызвать состояние выраженной интоксикации, то есть выраженного отравления, причем оно развивается не сразу. То есть попадая в организм, алкоголь начинает окисляться, процессы окисления в детском организме, они не развиты. Поэтому ребенок может выпить без последствий стопку, допустим, спиртного напитка, потом вторую стопку, то есть безо всяких признаков опьянения, а потом, когда все-таки окисление начнется, то есть начнет уже алкоголь действовать, тут уже может очень быстро развиться и алкогольная кома. Кроме того, для детей в состоянии опьянения характерна измененная форма опьянения, так называемая форма опьянения с импульсивными поступками. То есть дети, они больше склонны совершать какие-то правонарушения. То есть внезапно хочется сделать какую-нибудь гадость там, пнуть кого-нибудь, ударить кого-нибудь, стекло разбить камнем. То есть последствия поведения тоже непредсказуемы. Кстати, о детях. Расскажите, сколько пациентов у вас среди несовершеннолетних? Ну сейчас, насколько я знаю, у нас с диагнозом алкоголизма несовершеннолетних на учете не состоит. А по поводу употребления спиртных напитков порядка 96 человек наблюдается. Ну это если брать вместе и город Котловс, и Котловский район. Скажите, пожалуйста, кто чаще спивается? Мужчины или женщины? Все-таки склонны к злоупотреблению спиртным у нас мужчины. Соответственно, чаще пациентами нашего учреждения, то есть наркологических, которых становятся действительно мужчины, то есть чаще у них алкоголизм развивается. Если говорить про женский алкоголизм, то он более пагубный. Во-первых, то, что, как правило, женский алкоголизм развивается на фоне какого-то невротического состояния. То есть типичный такой пример, когда на почве пьянства мужа женщина сначала получает невроз, ну а потом, чтобы избавиться от этого невроза, начинает употреблять спиртной и в итоге спивается сама. То есть если ее пролечить по поводу алкоголизма, невроз возвращается, и, так сказать, она снова начинает увлекаться спиртным. То есть возникает такой своеобразный порочный круг. Поэтому лечение женщины, оно наиболее длительное. Кроме того, следует отметить, что женский алкоголизм, он протекает более мягко, то есть без выраженных таких грубых симптомов. Ну в чем это заключается? Во-первых, в том, что женщины, они более все-таки психологически, более сохранны. То есть у них более выражена критика в отношении того же самого пьянства. То есть они способны скрывать свое пьянство. То есть знает, допустим, женщина, когда можно уже напиться за это отключение, когда лучше не напиваться. Но мужчина, если есть тяга, он уже без критики будет напиваться, и все, если есть спиртное. Женщина все-таки дольше сохраняет вот эту критику. Ну и опять же, из-за этого женский алкоголизм протекает более скрыто, незаметно для окружающих. То есть женщина, она больше способна употреблять малые дозы алкоголя в течение дня. То есть окружающие буквально не замечают, что она пьяная. Ну и когда уже все-таки замечают, что она злоупотребляет спиртным, становится уже поздно. А излечить, как я уже говорил, женщину от алкогольной зависимости гораздо сложнее, чем мужчину. То есть говорят, алкоголизм – это болезнь. То есть можно, да, от нее излечиться окончательно? Официально считается болезнью, но болезнь хроническая. То есть считается, что от всех наркологических заболеваний алкоголизм, наркомания, токсикомания полностью излечиться невозможно. То есть поскольку заболевание хроническое, значит оно на всю жизнь. Единственное, что возможно только ремиссии, то есть воздержание от приема психоактивного вещества. То есть в данном случае от алкоголя. То есть человек может держаться месяц, год, два года, десять лет. Но если он начинает снова употреблять спиртное, все возвращается к тому, от чего он ушел. То есть обратного никакого пути нет. То есть некоторые считают, что вот они там когда-то пили запоями, а спустя там, если они десять лет не пили, значит могут там культурно пьянство себе позволить. Но повторяю, что как практика показывает, возвращается то же самое запойное пьянство, если человек начал снова употреблять алкоголь. Человек, который выпивает каждую пятницу, он алкогольно зависимый или нет? Можно уже считать алкоголь зависимым, потому что в принципе здоровому человеку алкоголь он не нужен. То есть в организме человека вырабатываются физиологические психоактивные вещества, так называемые эндорфины, энкефалины, которые управляют настроением человека. Соответственно, если он впадает в депрессию, значит их вырабатывается больше для поднятия настроения. А когда человек уже обращается к алкоголю, чтобы поднять настроение или сбросить какой-то стресс, это фактически он стал уже от него зависимым. То есть получать разрядку, какую-то психологическую разгрузку без помощи алкоголя, он уже разучился. Так что если появилась у человека такая традиция, что в конце рабочей недели употребить спиртное, выпить или в конце рабочего дня, это уже, так сказать, первая ступень на пути уже более серьезной зависимости. Не поступали к вам пациенты вот как раз с передозировками? Ну если говорить простейшие передозировки алкоголя, они попадают обычно в реанимационное отделение. То есть у нас реанимации нет, то есть это все в городскую больницу. Если в отношении другими психоактивными веществами, то что отнесены к наркотикам, ну к нам могут попасть в первую очередь с передозировкой психостимуляторами. То есть там возникает психотическое состояние, ну а любое психотическое состояние, это значит госпитализация к нам в отделение. С остальными передозировками, ну исключая разве что галлюциногены, там тоже госпитализация уже в реанимационное отделение. То есть там уже по жизненным показаниям госпитализация возникает. Когда вот психические расстройства на первом плане, это вот к нам. И вообще психотропные вещества, насколько опасны они для подрастающего поколения? Опасны они настолько, что привыкание развивается разными темпами. То есть есть так называемые легкие наркотики, есть так называемые тяжелые наркотики. Ну понятие такое это относительное. То есть легкие наркотики, это считаются те, к которым привыкание развивается медленно. Ну это в первую очередь такие, как марихуана, гашиш, анаша и так далее. То есть каннабиноиды. К ним привыкание развивается достаточно медленно, то есть в течение года-двух может развиться. Это если не курить их регулярно каждый день, еще по нескольку раз. Если употреблять синтетические каннабиноиды, привыкание развивается быстрее, за несколько месяцев может развиться. Тяжелые наркотики, такие как допустим опиаты или психостимуляторы, ну к ним зависимость может развиться тоже разными темпами. Ну в течение буквально нескольких недель, нескольких месяцев, ну даже после нескольких инъекций препарата. Ну если говорить насчет алкоголя, то если употреблять более или менее систематически, то есть хотя бы один раз в месяц, то зависимость может сформироваться в течение нескольких лет. Если каждую неделю, вот так вот в конце рабочего дня, то в течение года формируется. Скажите, пожалуйста, сейчас в Госдуме рассматривают законопроект, чтобы продавать алкоголь до 12 ночи, а не до 9, как это сейчас у нас. По мнению депутатов, люди будут меньше употреблять суррогат. Ваше мнение по этому поводу? Если оценивать, конечно, вот эти все предложения, можно окунуться в историю, то есть когда-то уже были всякие такие нововведения. То есть достаточно вспомнить события 80-х годов, когда пытались ограничить употребление спиртных напитков. Тогда было предложение ввести продажу в малой фасовке, то есть по 100 миллилитров, что вот, дескать, человек купит одну-две таких бутылочки, ну и, соответственно, не будет полулитровую бутылку употреблять, а вот этим вот удовольствуется малыми дозами. Ну, в принципе, как практика показала, результативность вот эта малая фасовка не дает. Ну, я все-таки склонен считать так, что ограничение вот этой продажи, в любом случае, хоть до 12 часов, оно результата не даст значительного в отношении пьянства. Вот, потому что кто-то будет запасаться заранее, вот, кто-то кому-то будет перепродавать, то есть это очередной повод для спекуляции. Это тоже все уже было. Просто-напросто торговали спиртными напитками таксисты. То есть, я повторяю, что это достаточно просто в историю окунуться, как раньше все развивалось. То есть уже практика была. Тем более, если брать какие-то торговые точки, они тоже всегда выход находили. То есть тогда, вот, допустим, в 80-е, 90-е годы были все вот эти вот ларьки, то есть днем они открыто торговали спиртным. А вечером там сидел сторож, формально такой, в общем, сторож, который, если к нему подойти, он продавал спиртной напиток. То есть официально вроде к торговле никакого отношения, то есть придраться к нему сложно. Он в любом случае мог сказать, это мое личное, не магазинское. Если брать, допустим, город Котлас, так раньше вот на проспекте Мира эти ларьки стояли. И если где-то так тоже ночью идти, видно, что там свет горит внутри, то есть можно постучать или дверь приоткрыта. Пожалуйста, продадут любой спиртной напиток. Многие знали, что там суррогат продают, но тем не менее покупали. Тем более, опять же, это почва для торговли спиртом, тот же самый нелегальный. То есть любые ограничения, они всегда порождают контрмеры. Вот, и неизвестно, что лучше. То есть, повторяю, что вот если брать всю историю вот этого развития, тогда действительно поступали, вроде бы как небольшой спад был, что немного меньше пили, но последствия от пьянства были тяжелее. То есть люди быстрее становились инвалидами из-за того, что потребляли суррогат, отравление наступало, ну и в первую очередь поражение головного мозга, то есть слабоумия, и поражение нижних конечностей. То есть люди не могли ходить. Вот, если вспомнить, допустим, 2000 год, у нас тогда в нашем отделении, тогда еще был наркологический диспансер, были две молодые девицы, одной было 18 лет, другой 19. Их пришлось выводить на первую группу инвалидности. Вот, то есть это самая такая тяжелая группа считается. Вот в таком возрасте после употребления суррогатов алкоголя. Такими вот они стали. То есть проблемы с головой были, то есть отсутствие памяти, слабоумие, ну и не могли самостоятельно передвигаться. Тоже я как считаю, что это как бы такие невольные, но последствия вот таких вот ограничительных мер, что употребляли суррогаты. То есть я не призываю к тому, что, допустим, открытую торговлю, все круглосуточно. Ну, в любом случае, если какое-то предложение в той же самой Думе возникает, то надо какие-то, в общем, все хорошо продумать, а какие последствия могут быть, или хотя бы вспомнить уроки истории. Кроме этого, в Госдуме поддержали запрет о продаже алкоголя в новогодние праздники. Думаете, хорошо это или плохо? Человек всегда так устроен, что если у него что-то забирают, надо что-то взамен дать. Вот, а если взамен ничего не дали, значит, народ будет выход искать. Кто-то действительно будет заранее закупаться, опять ажиотаж будет в предновогодние дни. Кто-то будет торговать потом вот этим, то есть наживаться. То есть последствия в любом случае будут. А вы будете пить алкоголь в новогоднюю ночь? У нас дефицит врачей, так что в любом случае в новогодние праздники придется дежурить по диспансеру. В дни школьных звонков, там выпускные, первое июня, день молодежи. В городе действуют ограничения по алкоголю. То есть он продается только до обеда. Как показывает практика? Все-таки это действенная мера? Или дети будут искать суррогат? Во-первых, кто хочет выпить, они закупаются, как правило, заранее. Тут большая проблема, значит, каким образом дети заранее закупаются, с помощью кого. Так что я считаю, что ограничить чисто, когда вот эти все празднования происходят, ну, это как бы уже меры задним числом. То есть детишки, они уже закупились заранее, то есть запасы у всех есть. То есть в основном-то взрослые от этого страдают, что им приобрести нечего. Опять же, если дети в день, допустим, вот этого самого последнего звонка или какой-то другой праздник, ну, идут, допустим, из школы, ну, сразу видно, что это школьник, вот, выпускник. То есть любой продавец уже видит, что спиртной ему продавать нельзя. Опять же, если он просит кого-то купить ему спиртной напиток, спиртной напиток, то любой мужчина или женщина тоже видит, что перед ним школьник. То есть вполне тоже могут сказать, то есть это будет от его совести зависеть. Я особого смысла не вижу ограничений в этой продаже. И как вообще защитить детей от приема алкоголя, от каких-то психотропных веществ? Ну, во-первых, конечно, это воспитание. Воспитанием сейчас у нас страдают очень многие семьи. А существует такой принцип, что если родители пользуются авторитетом у ребенка, значит, он будет копировать их привычки жизненные. Если они авторитетом не пользуются, значит, он будет изобретать или свои, или пойдет куда-то на сторону, пример, брать. То же, как практика показывает, часто бывает такая ситуация, что в непьющих семьях формируется алкоголик потенциальный, а в семьях алкоголиков, наоборот, растет трезвенник. То есть тут ситуация такая возникает, что если родители демонстративно, так сказать, устраивают застолья, но при этом никогда не напиваются, ребенок растет с убеждением, что вот родители пьют, значит, а он их наследник, то есть он никогда алкоголизм не унаследует. То есть они не спиваются, не являются алкоголиками, значит, и он тоже не будет. Ну и в результате у него отсутствует совершенно самокритика, и он, так сказать, начиная употреблять спиртное, скатывается все-таки к злоупотреблению, будучи убежден, что вот родители не спились, и я тоже не сопьюсь. И наоборот, если в семьях алкоголиков ребенок видит, что вот какие нехорошие родители становятся под воздействием алкоголя, он не хочет быть такой же, как у его родителей, ну и, соответственно, отвергает употребление алкоголя для себя. То есть, соответственно, и тоже не спивается, или вообще не употребляет алкоголя. В отношении того, что там сажать ребенка за стол, я уже упоминал, что тут нет никакой определенной рекомендации. Это родители на свой страх и риск. Сажать с пьющими ребенка за стол, не сажать, наливать ему спиртное, не наливать. Ну, родители сами уже рискуют. Так что я тут не могу советчиком выступать. Ну, в отношении каких-то увлечений, как внимание ребенка переключить на что-то другое. Ну, сейчас у нас в обществе, я бы сказал, один из основных вопросов – это финансовый. То есть, все жалуются на нехватку денег. Причем независимо, так сказать, это действительно с малым достатком семьи, или с большим достатком семьи, но денег всем не хватает. Чтобы переключить внимание ребенка, деньги тоже потребуют, чтобы он ходил в какие-то секции, кружки, потому что бесплатных практически не существует. Тем более, чтобы они ребенка увлекали. И, соответственно, если ребенку ходить некуда, значит, появляется масса свободного времени. Родители тоже не могут постоянно его под контролем держать. Ну, и, соответственно, неизвестно, в какую компанию ребенок попадет. Поэтому одна, я считаю, такая вот проблема, что все вот эти самые кружки, секции, они стали платными, если ввести какие-то такие бесплатные, или государством финансируем, или бюджетом, допустим, областным, организации, или секции, там, кружки. Ну, я считаю, что таких вот увлечений психоактивными веществами тоже меньше будет. Спасибо вам большое за беседу. Пожалуйста. Спасибо вам большое за беседу. На этом у меня все. Далее вас ждет новый выпуск нашего новогоднего телепроекта видео поздравлений после прогноз погоды и шаг культурных мероприятий телевитрина. Хорошего вам настроения. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова